Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вас всегда ждут свежие обзоры на все, что выходит на продажу в том числе. Это я уже не говорю о новостях, анонсе новостей, но и о каких-либо игровых событиях. И в своем предыдущем видео по ВК-4503 и набору, в который включен ВК-4503 и Черчилль МК-6, я высказывал свое мнение по поводу самого набора, по поводу ВК и сказал, что в следующем видео покажу обязательно Черчилля. Черчилль машина нудная и, честно говоря, играть на ней прям постоянно, ну не хочется. Реально не хочется, потому что унылый геймплей прям совсем, совсем тебя вымораживает. Почему унылый? Потому что скорость движения вперед 20 км в час, назад 12. Короче говоря, под тобой быстрее земная кора продвигается по мере вращения самого земного шара, нежели ты едешь. Таким образом получается, что создается впечатление, что ты стоишь на месте, а земля под тобой движется. В отношении орудия, бодро, прикольно, интересно, 4,5 секунды, 160 единиц урона, такой себе полупулемет. Унылый угол склонения орудия вниз, минус 6, не позволяющий комфортно играть на какого-то рода неровностях. Вполне себе реализуемый ДПМ, но только если ты куда-то добрался. Машина живучая, да, обладает броней, но блин, все-таки тащиться по карте еле-еле для того, чтобы где-то устаканиться и просто настреливать. Такое себе. Время сведения 3,1 секунды. В целом приемлемо, в целом нормально, по разбросу, мне кажется, все-таки великоват. И хотелось бы, чтобы здесь стоял такой, знаете, типичный дырокольчик с очень хорошим временем сведения, с очень хорошим разбросом и хорошей точностью, с приемлемо хорошей скорострельностью. Ну что, берем Черчилля, меньше слов, больше дела. Поехали кататься. Итак, ребят, погнали. Хотя погнали, это не про Черчилля абсолютно. И вот это вот ощущение того, что ты еле тянешься по карте, оно для меня лично является просто убийственным каким-то. Когда ты играешь на компе, ты просто держишь пальцем кнопку движения вперед и просто сидишь, ждешь, когда ты уже туда докатишься. Когда ты играешь на сенсорнике, ты маниакально, депрессивно жмешь на свой экран телефона либо планшета для того, чтобы эта зараза все-таки ехала. И у тебя какое-то внутреннее ощущение, что если ты будешь давить на свой экран чуть-чуть меньше, то он начнет ехать еще более медленно. Короче говоря, я не считаю данную тачку интересной в этом отношении. Он действительно очень нудный. По времени перезарядки все практически божественно. Приятно, 4,5 секунды я готов делать следующий выстрел. По пробитию достаточно, вопросов нет. Ну а теперь давайте обсудим вопрос с ценником. Разработчики выставили на продажу набор за 6 тысяч золота. Давайте предположим, что эти машины одинаково стоить не могут, потому что это все-таки шестерка и семерка. То есть разноуровневые танчики, ну и соответственно оценивать в одну цену их это несправедливо и нечестно. Таким образом получается, что нам необходимо куда-то сдвинуться, да. То есть уйти с разделения ценника 50 на 50 на какие-то условные, допустим, 60 на 40. Таким образом получается, что ВК можно оценить, допустим, там в 3,5 тысячи. Соответственно в 2,5 тысячи оценить Черчилля. Стоит ли отдавать с 2,5 тысячи за Черчилля? Ну не знаю, ребят. Если вы коллекционеры, у вас прям мама не горюй танков в ангаре и при этом всем нечем себя порадовать и хотелось бы купить себе что-нибудь приближенное к песку, то возможно да. Но если вы являетесь танкистом, который бережет свою голду и ждет чего-нибудь годного и действительно интересного. Ну уж тем более, если вы любитель игры на шестерках, семерках, ну и соответственно готовы покупать эти машины за золото для того, чтобы получать удовлетворение от боев на нижних уровнях. Я не говорю прям совсем песок, то тогда все-таки на шестом уровне, в том числе, ровно как и на седьмом, есть достаточное количество интересных танков. Секунду. Есть достаточное количество танков, дающих вам интересный веселый геймплей, а не вот это вот нудятино. Покупать или нет, я не буду вам говорить по одной простой причине, потому что вам принимать решение, нужна вам эта тачка или нет. Мое дело показать танк таким, какой он есть, на самом деле ничего не скрывая, ничего не приукрашая и ничего не рекламируя. По одной простой причине, потому что я знаю цену голде, но и соответственно ни в коем случае никогда вам не порекомендую приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Танкует ли он? Да, танкует и довольно классно, особенно от башни, как вы видели по бортам тоже бывают непробития, но спереди, как вы видите, пробивается абсолютно спокойно. В общем, такой себе знаете, унылый британец, фишка которого заключается в скорострельном орудии и вполне себе приемлемой живучестью, но больше ничего интересного он вам не принесет. По крайней мере, я так себе думаю. Если вы со мной не согласны, обязательно пишите свое мнение в комментариях. Я читаю все ваши комментарии, на многие из них отвечаю и мне действительно интересно ваше мнение. Да и плюс к тому, я считаю, что ваше мнение может быть интересным, а главное полезным другим танкистам, которые пытаются определиться, стоит оно того или нет. И многие игроки и в частности зрители, понятное дело, не доверяют многим ютуберам, которые что-то рассказывают в своих видео, думая, что те пытаются ввести кого-то в заблуждение. Поэтому, оставляя свои комментарии, вы даете возможность игрокам получить большее количество информации, основываясь на которой они смогут принять взвешенное и грамотное решение в отношении целесообразности приобретения чего-либо в этой игре. Я не считаю данный набор целесообразным к приобретению, потому что 6000 голды это буквально, буквально месяц просмотра рекламных роликов дополнительно. И вы получаете уже не 6, а 7,5 тысяч золота, за которые сможете купить себе годную восьмерку. Да, пускай не в наборе, да, пускай в голом состоянии, но это будет восьмерка играбельная, интересная, а главное, доставляющая вам удовлетворение от боев. Пишите свое мнение о Черчилле МК-6 в комментариях, но обязательно еще подписывайтесь на канал, жмите лайк данному видео и не забудьте нажать на колокольчик. Если все будет хорошо, то вечером будет прямая трансляция, на которую всех приглашаем. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.